Дорогие друзья, с вами Андрей Хорев и это канал Футбол, это жизнь. Итак, сегодня мы с вами просимулируем группу С Лиги Чемпионов 2017-2018, где находятся Атлетика Мадрид, Рома, Челси и Хельсинки. Здесь у нас будет находиться Хельсинки. В реальной жизни там находится азербайджанский Карабах. Карабаха, естественно, нету в 2018, поэтому я добавил Хельсинки. Ну что же, посмотрим. Карабах, естественно, небольшую конкуренцию составит в этой группе, поэтому можно было и добавить Хельсинки. Но давайте посмотрим матч у нас в Италии. Стротман на 15-й минуте уже забивает. Горизман сравнивает на 26-й. Вот здесь, если честно, в группе С равная такая группа. Здесь и Челси, и Рома, и Атлетика Мадрид. Так что будет конкуренция между всеми. Может попасть как и Рома, так и Челси, так и Мадридская Атлетика в плей-офф Лиги Чемпионов. Но первым матчем для Ромы и для Атлетика закончились мячу 1-1. Ну что же, посмотрим, как Челси справится с Хельсинки. Челси сейчас в статусе как чемпиона Англии. И Канте забивает на 6-й минуте. Пока что ничего такого, замены пошли. И Батшуаи забивает второй мяч. И Аспирикуэйта получает травму на 52-й, но пока что не уходит с поля. 2-0 Челси впереди пока что. Ну все, так и закончился матч. 2-0. Аспирикуэйта получает травму. Итак, Рома против Хельсинки. Точнее, Хельсинки против Ромы. Рома сыграла в ничью 1-1, а Хельсинки проиграла дома у себя. Ничего себе, Танака забивает, а Манулас получает удаление. Так, так, так. Севейдж мог бы забить и вывести Хельсинки вперед на 2 мяча. Букои получает травму. Севейдж забивает 2-0. Рома горит. Как так? Хельсинки. Команда, которая находится в остальном мире в 18-й, такое подразделение, где там Шахтер есть. Но, в общем, Карабах, будем так называть Хельсинки здесь, обыгрывает Рому у себя дома 2-0. Так, делегируем помощнику тренера. Поехали. Ну что же, отличный матч. Итак, Челси против Атлетика Мадрида. Второй уже тур. И вот такой интересный. Давид Луис забивает на 19-й минуте 30-й номер лондонцев. Лондонцев в матраснике собираетесь. Нужно все-таки обыгрывать. Получает здесь желтую матичь. Идут замены. Ну где Гризман? Где он? Сауль забивает на 79-й, сравнивает счет. Азар на последней минуте вырывает все-таки эту победу. Итак, 2-1. Челси впереди. Ну что же, давайте посмотрим. После второго тура Лиги Чемпионов у нас Челси главный лидер. 6 очков. На втором месте неожиданно поднялись Хельсинки. 3 очка. Атлетика, Мадрид и Рома. Вот так вот. Лучший бомбардир у нас здесь Дэвид Луис и Деназар. Но Рома против Челси играют. Поехали. В Челси выиграли и Хельсинки, и Атлетика, Мадрид. А вот Рома сыграла в ничью с Атлетика 1-1 и проиграла 2-0 Хельсинком. Но сегодня матч против Челси. Это совершенно другой соперник. Эденазар забивает. Спинати Джека сравнивает на 46-й минуте. Азар снова забивает. Зума получает желтую. Ну сколько же много интриг в матчах таких. Все. Третья победа к ряду для лондонского Челси. Итак, Атлетика, Мадрид против Хельсинки. Итак. Сегодня должна команда. Караско забивает. Сегодня должна команда Диего Симеона показать, на что она готова. Гризман должен забить. Я в этом уверен. Но пока что Янин Феррера Караско, бельгиец, забивает на 24-й минуте. Это единственный пока что гол. Гризман забил, как я и сказал, на 78-й минуте. 2-0 победа Атлетика Мадрида. Итак, третий тур завершен. Челси. Три матча, три победы. Девять очков. На втором месте Атлетика Мадрид. Четыре очка. На третьем месте у нас Хельсинки. И на последнем у нас Рома. Ну что же, посмотрим. Хельсинки обыграли Рому. 2-0. И это было в Финляндии. Поэтому сегодня мы посмотрим, как в Италии сложится матч. Если сегодня Рома обыграет Хельсинки, то они будут впереди Халме. Забивает Бруно Перес. Через три минуты после гола Хельсинки сравнивает. Вот эта борьба. Это то, что и нужно. Так, пока что ничего такого. Но мне кажется, сейчас будет какой-то взрыв. Но, скорее всего. Джека забивает на 87-й минуте. И это победа Ромы. Теперь Рома чуть повыше, чем Хельсинки. Рома пока что в зоне Лиги Европы. Атлетика Мадрид против Челси. Снова этот матч. Челси в последний раз у себя дома обыграли 2-1. Это было во втором туре Лиги чемпионов. Зума на пятой минуте. Желтая. Сауль на 38-й забивает и выводит Матрасинка вперед. Хуан Франк желтая на 38-й. Зума получает удаление на 56-й. И теперь Джон Терри тут травму получает. Ну, должны же Матрасники еще один забить. Диего Коста сравнивает счет в меньшинстве. 76-я минута. Все. Все. Челси сравняли счет. Даже при том, что они играли в меньшинстве. А, да, давайте все-таки мы посмотрим. Турнирное положение. Челси 10 очков. Атлетика Мадрид 5. Рома 4. Хельсинки 3. Вот здесь вот Челси является главным таким лидером. Поэтому сейчас Челси не нужно потерять эти очки. Очень важные. Гомейра на четвертой минуте уже вводит период Атлетика. И пока что Салас получает желтую. Яник Феррера Караска делает счет 2-0. Все. Здесь можем уже сказать. Все. Гомейра делает счет еще и 3-0. Все. Мадрид побеждает сегодня. И три очка эти в этой встрече остаются пока что дома. Перотти, но уже на 90-й минуте просто такой гол престижа нужно было забить. Итак, Челси. Хельсинки. Поехали. Харме получает желтую на пятой минуте. Вильян забивает на 16-й. Марко Солонца забивает на 26-й. Азар на 36-й. Это разгром уже в первом тайме. 3-0. Горят Хельсинки. ССФАБРИКА сделает счет более разгромным. 4-0. И ССФАБРИКА ставит точку. Это матч и забивает дубль. 5-0. Это самый разгромный матч, который на данный момент... Все. Челси выходит уже точно. Нам уже говорят. Пятый тур закончился так. Челси на первой точке с 13-й очками. Атлетика Мадрид на второй. В общем, Хельсинки уже точно не попадают. Теперь все. Задача идет от Ромы. И... Хотя нет. Все. Рома даже уже тоже не попадет. Тут уже без вариантов. Челси и Атлетика Мадрид. Мы видим, что уже за тур до окончания все понятно. Но! Челси будет набирать очки. Потому что для них это очень важный будет матч. Чем больше они очков наберут, тем для них же и будет лучше. Деройси желтая. Азар, Виллиан, 29-й, 31-й. Дала ноль уже. Так что... Азар на 64-й забивает. Дубль. И все. 3-0. Рома потеряла все шансы на выход из группы. Рома идет в Лигу Европы. А вот Атлетика сегодня посмотрим, как они сыграют в гостях у Хельсинки. Где Хельсинки обыграли 2-0 Рому. Рафиня получает желтую. Но это не тот. Гомера на 17-й минуте выводит вперед Атлетика Мадрид. На 48-й Гомера получает желтую. На 51-й Гризман делает еще 2-0. Все. Победа Атлетика уже гарантирована. Итак, друзья. Закончился у нас групповой этап. 2-0. Последний был матч. И лучший голкипер это Типа Куртуан. Лучший игрок это Эден Азар. Итак. У Челси 16 очков. У Атлетика 11. У Ромы 4. И у Хельсинки 3 очка. Лучшим бомбардиром является Эден Азар. Он как бы в каждой игре забил по голу. 6 матчей, 6 голов. Все отлично. И давайте на этом, пожалуй, на этой. Хорошей ноте. Завершим групповой этап. Группы С. С вами был Андрей Хорев. И канал Футбол. До встречи, друзья.